Привет, друзья! Наконец-то я в Корее, Сеуле, огромном мегаполисе и хочу поделиться своим впечатлением от пребывания в городе с многомиллионным населением, с современной инфраструктурой, со множеством исторических достопримечательностей и разнообразной кухней. И, конечно же, хочу поделиться своим первым посещением самой высокой смотровой площадкой Сеул Скай. Сразу после выхода из метро открывается огромный подземный переход, а снаружи в глаза бросается самая высокая башня в Сеуле – Лотте Тауэр. Зайдя вовнутрь, начинается красочное волшебство, яркое и завораживающее. Идешь по коридору, и вас сопровождает музыка. Скоростной лифт поднимает вас до 123-го этажа, и здесь открывается поистине потрясающей красоты Сеул, как на ладони. Эти многовысотки кажутся крошечными с высоты. Отсюда видна река Ханган. Высота башни более 500 метров. Не повезло, погода была чудесная, не пасмурная. Думаю, ночью вид из окна будет более красивее. Также здесь есть обзорная площадка со стеклянным прозрачным полом. Немного страшновато, конечно, было, но все же я решилась аккуратно встать прямо на стекло. И, конечно же, нужно обязательно пофоткаться. Это такая память на всю жизнь. Сразу же посетите рядом находящийся океанарий Молот и Волк. Здесь вы можете узнать много нового о подводной жизни рыб и морских животных. Лично для меня посещение океанариума – это как сказка. Хотя не раз и посещала аквариумы, но все равно каждый раз мне хочется смотреть на эту красоту в подводном мире и любоваться этим можно часами. Ну, посмотрите, какие оригинальные смешные рыбки. Они как будто плавают перевернутыми брюшками. Каких только рыб нет. Название их я даже и не запоминала. Я просто любовалась ими. А вот этим чудом сложно любоваться. Это Мурена – самая ядовитая змея или рыба. Черт его поймет. А рядом – пирани. Очень опасные хищные рыбки. Лучше с ними не плавать, а на вид они даже очень симпатичные и милые. Впрочем, как и эта рыбка. Проходя по длинным тоннелям, можно наблюдать за жизнью многочисленных морских обитателей – вилук, медуз, дельфинов, крапов, морских львов, пингвинов, самых разных видов рыб. Благодаря полностью прозрачной конструкции тоннеля, кажется, что между гостями и жителями океанариума нет никаких барьеров, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу подводного мира. Конечно, удивительные рыбы, пусть даже самые экзотические – пираньи, мурены, рыбы, клоуны и так далее – это для разогрева ваших чувств. Приглушенный свет и голубая подсветка дополняют ощущение того, что вы слились с океаном и стали максимально близки с его обитателями. Далее можно вдоль насмотреться этой симпатичной белой белугой. Она важно так проплывать перед вами, как бы хвастаясь, а вот я такая. И еще я успела на прекрасное шоу, где водолазы кормят огромных скатов. Они настолько игривые и смешные. В общем, смотрим без слов. Налюбовалась пингвинами, которые так активно откликаются на общение. Они, как оголтелые, начинают плавать туда-сюда, вызывая воздолженные возгласы детей и взрослых. Во время этой экскурсии посетите три самые популярные достопримечательности Сеула – Сеулскай, Океанариум и третий – это будет парк Лотеволт с его захватывающими горками, каруселями и великолепным катком. Хансик – так корейцы называют свою национальную кухню. По сравнению с европейскими кулинарными традициями, корейская еда содержит значительно меньше животного белка и гораздо больше овощей, но все же корейцы любят мясо. На чем жарят же мясо корейцы? На чугунных сковородках плоских, чтобы жир не стекал. И на решетках мясо жарят на дубовых углях. Барбекю – что-то наподобие шашлыка. Мясо подают обычно много в салатов, панчане и легкий соевый суп – тенджан-чуге. Угли горят долго и пропитывают мясо особым ароматом. Дым уходит в гибкую вытяжную трубу, висящую над столом. Ну и затем можно зайти в кофейню, где можно попробовать десерты различные. Майоная такая булочка, по-моему, с кремом белковым. Тирамису пирожное. И завершила вечер огромной чашкой кофе. В Корее еще масочный режим. И погода такая, скажу, прекрасная. Особенно вот после пяти. Сейчас выхожу как раз прогуляться немножко. Температура примерно 24-25. Это самый раз до прогулки. Да, долголетие корейцев не только в еде, но и в подвижном образе жизни. Они много времени уделяют своему здоровью. Активно занимаются спортом. Ходят пешком много. А для этого в городе много таких прогулочных, шикарных парков и спортивных тренажеров. Вот, посмотрите. Это голуби. Их здесь прикармливают хорошо. Они не боятся совершенно людей. К ним можно спокойно подходить. Кстати, здесь очень много велосипедистов. Специально вот здесь дорожка есть для велосипедов. Здесь все разношерстно. И собачками гуляют. И спортом занимаются просто так. Ходят пешком. И с детьми гуляют. Я уже иду ровно час. И вот этот вот парк. Я не знаю, как он называется. Господи, в протяженности нескольких километров. Попытаюсь пройтись до конца. Вот подошла я в параметку вон. В городе и даже маленьких микрорайонах есть свои парки. И большие, как вот этот, так как он находится практически в центре. И небольшие. Несмотря на то, что сейчас осень, вокруг столько зелени, много площадок, беседок, где можно просто посидеть. Кстати, беседки здесь в своем традиционном стиле сделаны. И что удивительно, в парке всегда играет классическая музыка. И это делает атмосферу более праздничной. Самое волнующее время года – это осень. Так как вокруг деревья окрашиваются яркий, сочный цвет. Все вокруг парки пестрит зелеными, красными и желтыми цветами. Прямо как светофор. Для любителей гольфа есть специальная площадка. Также в парке много памятников. И корейцы свято чтят память погибших на войне. В Корее много буддийских храмов. Они находятся практически все на возвышении. Поднимаясь наверх по лестнице. Пошла я за этим пожилым мужчиной, ярко одетым. Кстати, здесь все наоборот. Чем старше, тем ярче одеваются они. Перед входом в храм обязательно люди молятся и снимают обувь. В храм я не заходила, а только легонько просунулась, чтобы снять храм изнутри. Нет слов. Так скажем, величественно и шикарно выглядит Будда. В парке очень много домашних питомцев. От маленьких до больших. В основном в Корее предпочитают маленьких собачек. Корейцы их очень любят. И то, что говорят, что их едят, это неправда. Может, в голодные времена и было такое. Но сейчас современная Корея. И они в шоке, когда их спрашивают, ели ли они когда-нибудь собаку. Да нет, конечно. Кореи вообще умеют и любят отдыхать. Сей семьей или с друзьями. Они выбираются выходные на природу, хорошую, прекрасную погоду. Приносят с собой еду, кимпап в частности. И едят прямо на лужайке, предназначенной именно для пикника. Или можно просто прогуляться по Хёнде. Молодежная студенческая улица, где множество кафешек и ресторанов. Одно из бюджетных и популярнейших блюд Кореи – это царяньон. Пробую его в китайском ресторане, так как царяньон – изначально китайское блюдо. И, конечно же, царяньон подают танцуёк. Это свинина в кляре, кисло-сладком соусе. И в холодную, и в жаркую погоду мульный мён – это лапша такая темная, как наша куксу. Очень упругая, кстати, лапша на вкус. Её подают всегда со льдом. И зимой, и летом. С маринованным дайконом, и огурцами, и яйцом. Мясо подают, как всегда, отдельно. Если посетите Корею, то обязательно попробуйте чиди таккальби. Таккальби – это пряный жареный цыплёнок. Популярное корейское блюдо, обычно среди молодёжи. Приготовленное из маринованной курицы и нарезанной кубиками. Соуси на основе кочудян. Также добавляют ток, рисовые палочки, лапшу, рамён, овощи, капусту, листья, перилы, зелёный лук и другие ингредиенты. К моей большой радости я посетила оптовый рынок морепродуктов. Самый крупный рынок в Сеуле – Норянджин. Разнообразие морских живностей здесь поражает. Конечно, название рыб многих я даже и не слышала. И не стараюсь даже запомнить. Вот эти огромные жирные черви, название гебуль, оказывается съедобные. Но как-то я не решилась их попробовать. Взяла я обычную свежую лосось. Здесь можно всё на месте. На втором этаже всё, что вы купили, там вам и приготовят. Но, к сожалению, места там не было. Было очень много народу. Нам сразу же на месте всё нарезали. И даже дали кучу соусов при дачу. Особое внимание хочу уделить корейским ресторанам со шведским столом. Пупе. Это по-корейски. Место, где вы можете насладиться различными видами суши, роллов и другими мясными блюдами. Европейской, китайской и так далее кухней. Здесь обширные салатные бары. Интерьер современный, просторный. Здесь всё чисто. И когда вы набираете еду, должны быть обязательно в маске. Еду набирает столько, сколько вы сможете съесть. Оставлять еду нельзя. За это штрафуют. Каждое блюдо приготовлено с душой. Это сразу видно. И такое разнообразие суши, роллов, что мне пришлось 3 раза сходить в этот же ресторан, чтобы всё попробовать. За раз нереально столько съесть. Здесь более 50 видов только суши и роллов. Пробую суши, но обязательно обмакиваю в соусе с вассави. Рыба здесь свежая. И видно, что риса здесь немного. Вкус рыбы чувствуется. Для любителей морепродуктов это просто рай. Суши с лососем, креветками. Также можно отведать засоленные креветки и креветки в соевом соусе. Можно просто сколько угодно брать креветок, любую рыбу, лосось, тунец, кальмары. На любой вкус, даже те, кто не любит рыбу, можно попробовать суши с говядиной, беконом. Думаю, японцы тут были бы в шоке. Как это суши, да с мясом. Попробовала ещё чудесный лёгкий супчик с морепродуктами. Ну, очень было вкусно. Свежие устрицы в соусе. Суши с яичным омлетом. Суши с тунцом. Также суши с угрём. Не знаю, как вам, но мне очень понравились суши с беконом, говядиной. Это что-то необычное. Честно скажу, мне всё понравилось. Во всяком случае, то, что я пробовала. За такую цену, я считаю, это более чем достаточно. Хотя этот буфет, ну, так называют его в Корее. Не дешёвые. Цены на посещение этого буфета я выставлю чуть позже. Много я пробовала. Первый раз запечённые роллы очень вкусные. Но порой я даже не понимала, что я ем. Настолько всё здесь разнообразно. Десерты тут тоже на любой вкус. Фрукты, напитки, мороженое, пирожные. Они все свежие. И хорошо, что они такие малюсенькие. Иначе можно было лопнуть. Да, а еде в Корее можно снимать бесконечно. Но мне хочется показать ещё и культурную сторону Сеула. С её сумасшедшей, в хорошем смысле, жизнью. Величественными, растущими, как грибы, многоэтажками. Даже в небольших городах Кореи строят современные высокие здания. Дороги везде хорошие и просторные. В маленьком городе Хвасон я посетила небольшой сектан. Пупе. Это тоже шведский стол. Всего за 7 тысяч вон, это где-то около 5 долларов, можно тоже сытно, вкусно поесть. Хозяйка сектана любезно разрешила съёмку. Риса здесь трёх видов. Мясо отварное, омлет яичный, салаты различные. И даже макароны здесь есть. Кимчи трёх видов. Здесь тоже можно есть сколько угодно. И недорого совсем. Далее хочу продолжить мой фуд-тур по безлимитному питанию. На этот раз посетила сектан, где мясо тоже подают не в ограниченном объёме. Мясо особенно вкусно, если его жарят на углях. Это придаёт запах копчёности. Мясо жарят на древесных углях. Сверху кладут решётку. В эту цену входит обычное. Листовые салаты, соусы, кимчи, несколько видов. Овощи нарезанные, лук, чеснок, перец. Отдельно платят только за спиртное. И напитки. Вода, кофе, чай бесплатно. Для настоящих гурманов это просто находка. Найти такое место, где можно поесть вкусно и недорого. Саша занимается спортом. Поели мясо. Сколько там? Килограмм съел. Купча. Животик надо пресс покачать. Коэц. Крупнейший торговый выставочный центр в Сеуле. Огромный торговый центр. Красивое место с известной библиотекой Старфилд. Я в таком восторге от этой библиотеки. Это что-то. Даже не знаю, как описать. Книги выложены как будто в несколько этажей. Они повсюду. Их бесчисленное множество. Довольно фоткалась, взяла кофе. И просто наслаждалась атмосферой этого чудесного места. А это место стоит посетить даже тем, кто понятия не имеет, кто такие персонажи как Ао Фрэнс. Рекомендую всем, кто хочет снова почувствовать себя ребенком. Прийти сюда и наобниматься с мягкими игрушками. И нафотографироваться с большим медведем. А прямо после выхода коекса установлена скульптура огромная. Две скрещенные руки, посвященные песне Сае. Каннам Стайл. Здесь играет, кстати, его знаменитая песня. Опа, Каннам Стайл. Ничего особенного. Разок можно просто сфоткаться на память. Среди многочисленных раменов есть один, который я рекомендую попробовать, если будете в Корее. Юхе рамен. Это лапша рамена со свежей капустой, соломкой нарезанной грушей, листья салата и посередине мелко нарубленная мраморная говядина. В сыром виде. Посередине мяса желток. Все это перемешивается с острым кисло-сладким соусом. Это так вкусно. Мясо такое нежное и сочное. Реально тает во рту. Также можно отведать мраморную говядину с отварным рисом вместо лапши. А особым деликатесом в Корее являются говяжьи желудки и кишки говядины. Блюдо из этих ингредиентов отличается своим особым вкусом, богатым содержанием, питательных веществ и полезных свойств. Копчан готовится из тонких кишок из свинины или крупного рогатого скота, который нарезан на части, может присутствовать в супах, либо как самостоятельно блюдо, жареное на гриле. Пробую затем тонкую требуху-книжку по-нашему. Очень мягкая и нежная. Ее лучше обмакивать в кунжутное масло с пряной солью. Сами кишки мягкие, несмотря что внутри много жира, кушается легко. Никакого неприятного, специфического запаха кишков нет. Очень вкусно и недешево. Поэтому Копчан здесь считается деликатесом. Оставил свою подпись на стене в этом сектане. Возможно, еще вернусь. И еще одна жемчужина Сеула – это буддийский храм Бону-Иса. Весь утопающий в зелени и цветах. У самого входа стоит фигура слона и какой-то сказочный, устрашающий персонаж. Его вид отпугивает, скорее всего, злых духов. Еще недалеко от входа маленький бассейн с каменной фигуркой сидящего Будды. На счастье надо бросать монетки, чтобы попасть в чашку перед ним. Попал в чашку – будет тебе счастье. Как и всякие другие религиозные объекты, этот храм очень сильно пропитан энергетикой. На территории храма можно помолиться Будде, загадав одно самое сильное и искреннее желание. Но для этого нужно правильно провести ритуал. И вам помогут в этом знающие люди или работники храма – монахи. Простое любопытство и желание прочувствовать проникнувся в то, что имеет для корейцев важную составляющую их жизни, как и для других религиозных традиций. Для меня это было очень важно. Это интересное место и еще более интересное. Если у вас есть кто-то, кто сможет объяснить вам буддизм, уважайте людей, которые молятся, и молчите. Несмотря на то, что храм находится в центре, там очень тихо и спокойно. Красивая природа и архитектура. Храм действующий, так что можно увидеть много паломников. Во входной зоне храма красивые расписные двери, похожие, что старые или хорошо реставрированы. Храм расположен на склоне и занимает большую территорию, много зелени, цветов. В верхней части храмовой территории находится величественный скульптурный ансамбль с огромной статуей, стоящего Будды в центре. По сторонам разбегающихся дорожек выложены вручную из камешков небольшие пирамидки, имеющие, так понимаю, некий сакральный смысл. Все эти пирамидки украшают постаменты многочисленных статуй львов, ну и, конечно же, великолепная статуя Будды. Проведите час-полтора в тишине, в покое, погуляйте, найдите гармонию. Очень поразила тишина этого места, хотя находится в центре Каннама, самое запоминающееся место в Сеуле, по крайней мере, для меня. Такого спокойствия и умиротворения от посещения храма у меня давно не было. Большие торговые центры Сеула поразят вас большим разнообразным ассортиментом. Стеклянная крыша здания позволяет покупателям сделать покупки и отдыхать под естественным солнечным светом. Кроме бутиков известных мировых брендов, торговый центр поразит вас огромным садом, живыми растениями. На верхнем этаже находится множество ресторанов европейской, китайской, японской, корейской кухни. Зашли в ресторан итальянской кухни, заказали большую пиццу. Тесто очень тонкое и хрустящее. Пицца в Корее вкусная, но со сладковатым привкусом. Попробовала карбонару. Соуса здесь очень много, сливок не пожалели. А с пивом хорошо идет жареная курица в кляре. Ее обычно подают с капустой, луком, пореем и с добренной хорошо горчичным соусом. Отдельно входит маринованная редька дайкон. И можно даже заказать вот такую гору холестерина, то есть жареную картошку фри. Ну уж очень вкусно, но иногда можно. В рыбном ресторане можно попробовать хэмультан, суп с морепродуктами. Также заказать блины, жареные с луком и овощами, креветками, кальмарами и моллюсками. Тесто блинное делают из рисовой муки, добавлением пшеничной муки и крахмала. Поэтому она по краям, как пицца, хрустит. Хэмульпаджон едят часто в дождливую погоду и запивают рисом и вином в коле. Суп из морепродуктов готовится быстро и при всем желании испортить его трудно. Главное не скупиться на дары моря. Залог вкусного блюда – свежие морепродукты, последовательность закладки ингредиентов и не дать ему развариться. Буквально минуту покипит и все готово. Кушать можно. Если будете в Сугоне, то посетите крепость Хэнгун. Дворец Хвасон Хэнгун расположен на ровной поверхности, где склон простирается от подножия горы на вершине горы Палдау. Структура представляет собой длинную прямолинейную структуру. За небольшую плату – около полтора доллара – вы познакомитесь с историческим местом, где временно проживал король, и также сделать классные фотки с восковой фигурой великой женщины Тангем. Многие знают ее по сериалу «Жемчужина дворца». Здесь и велись съемки этого легендарного сериала. Европейскому туристу трудно свыгнуться к когнитивным диссонансам при осмотре корейских дворцов. Опыт, приобретенный при осмотре дворцов европейских, требует наличия мебели, картин и люстр. И ничего такого в корейских, хоть и летних, как здесь в Сугоне, как и в Сеуле, нет. Вот такая корейская специфика – минимализм. Действительно, экстерьер интересен, а интерьера никакого нет. Чем выше ранг, тем просто просторнее комнаты. У простых служащих комната примерно 2х2. Спали все на полу. Все очень скромно и лаконично. Небольшой комод и постель. А вот праздничный стол просто поражает своими разнообразными блюдами. Все как будто настоящее. Много сладостей, фруктов. Интересная конструкция. Сколько же времени нужно было, чтобы собрать вот так аккуратно и так, чтобы они держались. Это такой труд. Ну, конечно, так накрывали стол. Только очень богатые люди и по великим праздникам. А в основном питались скромно. Как сама по себе дворцовая архитектура, везде одинаковая. Можно ходить кругами, думая, смотрела я это место или нет. В общем, самое интересное – это вокруг дворца. То есть, если подняться, то вид будет просто захватывающий. Настолько чистый, свежий воздух. Вокруг деревья. Все так ухоженно, аккуратненько. Все как на ладони. Историческое место. И современный мегаполис. Я так счастлива, что могу это все видеть. Посан – это нежная отварная брюшина с прослойкой мяса и сала. Отлично, если вы попробуете с нежным тофу и кисло-острым кимчи. Напоминает чем-то по вкусу кимчи тюге, только в более дорогом, в шикарном варианте. Очень вкусно. Не удержалось, чтобы поесть очень полезный корейский суп самгетан. Этот суп с рисом, женьшенем и финиками. Едят самгетан в основном летом. Но в холодную погоду этот супчик хорошо согревает и дает энергию. Если будете в Корее, обязательно попробуйте камджетан. Традиционный корейский острый суп со свиным хребтом и овощами. Картофелем. Он острый. Мясо готовят так долго, что мясо становится как тушенка. Легко отделяется от хребта. Отличная закуска к сочу. Дым, пар, громкие разговоры, жар от кастрюль. Женщины в масках рубят овощи, кидают мясо в раскаленное масло и разливают по мискам горячий удон. Тут же прямо на улице, присев за скамейку с подогревом и опершись локтями на разделочный стол, где только что была обезглавлена огромная рыбина, посетители едят свою трапезу. Это самый крупный рынок в Сеуле Кванджан. Место, куда приходят за хлебом и зрелищем. Хлебом здесь, правда, не угостят, но роллов, пельмешек, свиных пяточков, крабов, угрей, картофельных лепешек. Неаппетитной на вид кровяной колбасы хватит на каждого. Но это реально все вкусное и свежее. Обожаю корейскую уличную еду. Здесь столько всего хочется съесть, попробовать. И мне кажется, всей жизни не хватит, чтобы это все попробовать. Почему корейцы любят уличную еду? Да потому что такого разнообразия и обилия еды я нигде не видела. Поражает настолько много рисовых изделий. Радиационных топ можно купить. С начинкой, с орехами, с сухофруктами, со сладкой фасолью. Все свежее и аппетитное. Еда на любой вкус и предпочтение. И недорого, главное. Хорошее и вежливое обслуживание. Приятно смотреть на их ловкие руки. Идеальное место, чтобы прочувствовать местный колорит и корейский уклад жизни. Корея, Сеул, Инчон, Сувон. Эти города, которые я посетила. Даже если жить здесь годами, не угонишься за новейшими технологиями. Одеждой, косметикой и едой. Еда здесь постоянно обновляется, добавляется что-то новое и интересное. Я имею в виду необычные сочетания. И я это приветствую. Ведь мы живем в современном мире. И новые всегда открывают какие-то эмоции. И пусть эти эмоции будут всегда положительными. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok